Всем привет, вы на канале Фордмак, и сегодня в этом выпуске реакции мы самозоценим новую порцию грехов. Хоть и само видео не такое уж и новое, но многие меня просили. Да, это грехи на мегамозга. Я, конечно, понимаю, что многие просили плюсы, но плюсы я уже посмотрел в более уютной обстановке вместе со своей девушкой. Все-таки, знаете, порой хочется посмотреть что-нибудь чисто для себя, не только лишь на реакцию. Но почему бы не посмотреть грехи? Как раз-таки грехи я так и не посмотрел, и надо исправлять это. Да и вообще надо побольше грехов, как от Долбека, так и от Кинокоса и от других авторов. Все-таки что-то я слишком расслабился, и мне нужно мою грешную душеньку усладить больше киногрехами. Ну и мультгрехами. В любом случае, давайте посмотрим, каких же грехов накопал Долбек на этот прекрасный мультфильм. Вообще, один из моих любимейших мультфильмов у Дримборкса. И, конечно, перед началом реакции лайк, подписочка, колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах. И больше комментариев для продвижения видео. И я про то, что вы очень сильно надеетесь, что Дримборкс вернется в старое русло и будет пить крутые мульты. Ну что же, поехали! Дримборкс Ммм, как всегда, шикарные колокольчики в начале. Просто, ммм, обожаю. Невероятный, неотразимый криминальный гений и магистр злодейства. И, как всегда, очень заморочился за ставкой. Даже эти ниточки сделал. Просто вот... Опять придирки к мальчику. Убатана опустилась леска, хотя он даже не вращал катушку. А это твоя пустышка. Тебе уготована судьба. Какая уготована судьба, я не расслышал. Межгалактический язык, как обычно, английский. Какая мне уготована судьба? Ну а почему бы и нет? Так, ясно. Не похоже эта фигня на чёрную дыру. Но чем бы это ни было, её гравитационное воздействие видно на лицо. И раз оно такое сильное, то все на этих планетах уже должны быть мертвы. Причём задолго до того, как детей отправят в космос. И почему размер шаттла относительно планеты такой, словно он размером с город? И почему мы слышим звук даже в момент вылета? Он даже к камере не подлетел. В поясах астероидов, астероиды находятся намного дальше друг от друга, а не вот так в упор. Меня ждала другая судьба. В тюрьме для криминальных талантов. В тюрьмах не стоят надписи. Криминальных талантов. Там мне и объяснили разницу между добром и злом. В тюрьме для одарённых есть даже обучалочка для детей. Тогда это должно называться не тюрьмой, а холомией. Почему все в тюрьме оставили? Нужно владеется. Кое-что несравненно лучшее. Потрясающий интеллект. И текстуры пальцев, что проходят сквозь очки. А, ну да, кстати. Он купил их любовь при помощи своего позёрства и щедрых угощений. Если резко нагреть попкорн, то он просто сгорит. Во время игры в вышибалы воспитательница уже заранее стоит в углу. Зачем? Хрен его знает. Чем меньше площадь, на которую оказана сила, тем выше давление. Иными словами, он просто должен был сломать школу. Мачума... Мэтр Ромена не мачума, на самом деле. Ну, вот такая вот фигня. Кто фотографировал автобус? Он охранял нас своим суперзором. Не могут истребители так резко поворачиваться. Пилот от перегрузки тупо умрёт. Другая физика. И никто не заметил. Когда микрофон падал, он почему-то застрял на краю кадра. Почему никто не заметил? В следующем кадре уже лежит на земле. Это ладно микрофон ещё, но... Блин, тут же куча людей. Я не имею в виду, что я в тебя влюблён. Оксана? Если невидимый автомобиль сбил всех и вся перед тем, как подъехать к Роксане, то как она этого не заметила, если смотрела прямо на сбитых людей? Тип его знает о самом деле. Рукав начальника на правой руке натянут до кисти руки, как положено. На левой же руке он словно специально рукав укоротил, чтобы часы было видно. Вы что, ребята? Это же я! Начальник дерьмы! При ударе шокером по телу не бегают искры тока. Ну, для пущего эффекта, так сказать. Всё, минус дети. Такая скорость — это смерть. Младенец летит лицом, прилетает уже спиной. Перевернулся. Дамы и господа, мы с вами увидели скорость света. Каким-то хреном лазер сжигает ленту не от центра и в виде круга, а в виде линии. Как? Эй, нам за вами не видно! Зачем было прятать своих роботов, если их маскировка ровным счётом сделала абсолютно ничего? Да что ты его знает на самом деле? Для эффекции! Как говорил Мегамозг, спецэффекты! Странная, у них видеотрансляция, у них что, камеры в экранах? Быть не может камера ослепиться от света самого экрана. Это что сейчас было? Рыба кашляет сквозь воду? Да. Сквозь стекло аквариума? Да. Раз камера двигается и ракурс меняется, Как огонь Гуки Бобби! Мегамозг должен был перестать отражаться. Похоже на гигантский экран, как у меня в логове. Но показывает всего одну программу. У меня не было комнаты с окном. Нет, была. Да и в логове творится куча окон. Монолиза во Франции, в Париже. Они в метро-сети. И к тому, что копию украсть нет смысла. Движение кисти совсем не соответствует... Как минимум, за что у вас этот пунктик? Хотя бы потому, что кисть широкая. Это Сунтрек, он потрясный здесь. И Ози Осборн, и Майкл Риджексон, черт поделее. Простал. Раз мачо-мэна уже нет. Мегамозг в упор к столу. Теперь в метре от него. Сколько битв не состоится никогда! Никогда! Почему здесь эхо? Открытое пространство. Только будущее! Ау! Я слишком близко! На таком расстоянии, от такого количества взрывчатки, мегамозг бы отлетел от ударной волны. Ну и ребра бы какие-нибудь сломал от той же ударной волны. Кстати говоря, да. Ну как минимум оглох точно. Присмотрись! Скажи, что видишь! Верхоть! Из этого мы извлечем основу невероятной силы мачо-мэна. Маловато будет на самом деле. Будет всего одна попытка. Никто не мешает сделать вторую сыворотку. Верхоти не хватило, наверное. Стюарт! Стюарт! Хел заперся ногами вверх, открывает его уже ногами вниз. Обалдеть! Я не закручу! Звуков столкновений и машин было меньше, чем самих машин в итоге. Особая физика. Может быть мегамозг не безнадежен? Под картинами даже таблички с названиями не написали. И так высоко дофига! Но на одну симпатичную девушку я уже глаз положил. Вот прям сейчас. Слишком мощное зрение. Да потому что других и не видно. Все окна затонированы. Зачем тонировать окна небоскребов? Хотя если подумать... Чтобы не прорисовывать! Подвалы это занижение домов? Чтобы не рисовать отдельный рендер для других домов. Математический анализ там, но нет. Уравнение там просто так написали от балды. А что? Погодите-ка. Как ты понюхал? А это толстое стекло и отсутствие носа? Я совсем близко. Я это чувствую. Каким образом? Мы же все понимаем, что это не имеет никакой логики, да? Идем дальше. Надо пару раз тебя спасти, а уж потом переходить к романтике. Луна не такая большая. Это мы уже поняли. Это излюбленный прикол. Она мертва. Вообще-то погибла. Опять же из-за перегрузки. У пары на столе было 4 тарелки, 2 из них с салфетками. Им положили на стол какое-то блюдо, но на столе все равно только 4 тарелки. Съели за кадром. За 2 секунды. Раз дождь идет уже долго, то все обезвоживанные кубики должны были давно превратиться обратно в мусор. Для эффекта, опять же. Нет. Невидимая машина была позади мегамозга. Теперь ее нигде не видно. Еще более невидимая. Мега-основной мыслительный орган зачем-то использовал тушь, но она все равно пропала. Проплакалась. Зачем с моей силой и твоей головастостью управлять городом? Ну так мегамозг и так управляет городом. Скорее у вас просто сменилась крыша. От такого удара и в столь маленькой площади соприкосновения у пацана бы голову просто... О, я помню как он ее носил. Сосредоточься на деле. Да, конечно. Ну так это и есть дело изучения мачумена. В этом стакане плавают кубики льда. Не то хочу сказать. Тебе не кажется странным, что лед до сих пор так и не растаял. А вам не кажется странным, что свет горит? И почему мачумен своим супер слухам не услышал как они вошли? И почему он не закрыл дверь, если как раз и скрывается от всех? Расслабился. Используя свою суперскорость, я решил проведлиться. И тут я понял, что мы разыгрывали этот дурацкий спектакль миллионера. Сколько помню, мне приходилось быть таким, каким меня хотели видеть гаража. Ну если мачумен перемещается на скорости близкой к скорости света, то наоборот, все вокруг него бы ускорилось. Да и он бы сжался по направлению движения. Да и все вокруг, скорее всего, бы сгорело. Скорее больше остановка вреднее, чем скорость. Должен потерять. В общем, нет ничего хорошего в движении близкой к скорости света. Мачумен. Мачумен. Ты взял скелет в соседней медшколе? И мачумен был мертв. На момент вылета скелета был уже дым, а тут огонь. Оу-е. Welcome to the jungle. Вот еще опять же. Опять же. И Guns and Roses. Столько хорошей музыки. Пока-пока, Рокси. Если немного взять во внимание сопротивление воздуха, то ясное дело, что обезвреживатель упадет раньше, чем маленький кубик. И опять же. Больше хорошей музыки. Зачем прислужнику внутри еще один бумбокс? Для прикола. Почему бы нет? Больше музыки, больше радости. Блин, сколько хороших стоп-кадров. 58. В странном месте под названием Шкиоля. О-хо-хо, ребята. Да, конечно, грехов я ожидал побольше будет. Но, в принципе, и придираться с собой не хочется. Потому что сам по себе мультфильм действительно хорош. Именно что здесь больше претензий к некоторым деталям. К некоторым, например, визуальным составляющим. Но именно к сюжету претензий особо, на самом деле, нету. Просто потому что, черт подери, Мегамозг, это, наверное, один из последних хороших мультов Dreamworks. И я реально скучаю по тем временам, когда они делали максимально оригинальный контент. Который был как и для детей, так и для взрослых. И не было того, что сейчас у нас есть под названием Босс Молокосос, Тролли. Немножечко больно стало. У меня аж это... Сердце и руки в кулаки сжимаются автоматически. Потому что хочется просто вот вырезать тому, кто додумался, что Тролли и Тролли 2 вместе с Боссом Молокососом это хорошая идея, чем отменять нормальные проекты, серьезные проекты Dreamworks. Ладно. В любом случае, Долбеку огромное спасибо. Реально, выпуск был действительно хорошим, действительно интересным. Респектос, лайкос, прям вот искреннее уважение. Обязательно заценю и остальные выпуски Грехов. Ну а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Жмякайте на кнопку колокольчика. Ссылочки на донешнолерт ссылок в описании. Поддержи канал Монетка и подпишись на прекрасный канал Долбека. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok